Что мы хотим отметить как решающий пункт, так это тот факт, что подсознание начинает немедленно реализовывать каждое полученное внушение. Насколько интересным, настолько же и глубоким является осознание того, что подсознание является равным образом подверженным как хорошим, так и плохим мыслям, и работает соответственным образом. Поэтому негативные идеи приносят неудачу, отчаяние и несчастье. Если же способ вашего мышления имеет гармоничную и позитивную природу, то вас будут сопровождать здоровье, успех и благосостояние. Как только вы научитесь направлять свои мысли и чувства в правильное русло, обязательно наступит сами собой душевный покой и физическое здоровье. Что бы вам ни потребовалось, представьте это мысленно как уже свершившееся, и ваше подсознание воспримет это как уже существующий факт и быстро реализует. В ваших руках находятся силы команды. Вы отдаёте приказы, и подсознание будет повиноваться и верно осуществлять ваше внушение. При возможности оно решит ваши трудности сразу, в других случаях решение может продлиться дни, недели или даже ещё дольше. Негативные, разлагающие представления продолжают свои разрушительные действия в подсознании и приносят рано или поздно соответствующие плоды, которые войдут в вашу жизнь в форме неприятных переживаний и событий. Итак, всегда помните, ваше подсознание не проверяет, хороши или плохи ваши мысли, верны они или нет, а реагирует только в соответствии с вашими мыслями и представлениями. Именно по этой причине исключительно важно также думать и представлять только то, что благодатно и целительно наполняет душу счастьем и радостью. Подсознание выполняет свои самые благородные задачи, лишь когда физические ощущения выключены. Таким образом, здесь идёт речь о той способности к восприятию, которая проявляется в состоянии бессознательности или во время сна. Ущерб от неверных внушений можно эффективнее всего устранить, если вы отныне начнёте мыслить позитивно и как можно чаще повторять гармоничные мысли, до тех пор, пока они не укоренятся глубоко в вашем подсознании. Так как ваше подсознание является и убежищем ваших привычек, то эта перемена вашего образа жизни и мышления повлечёт за собой поворот к лучшему. Если вы жили прежде под злым роком страха и тревог или других негативных видов мышления, то начнёте теперь новую жизнь. Учитесь признавать и ценить всемогущество подсознания и внушать ему ощущение безопасности, счастья и полного здоровья. Между тем вы уже знаете, что ваше сознание является, так сказать, сторожем у ворот, основная задача которого – защищать подсознание от вредных впечатлений. Вы знакомы только с одним из основных законов человеческого мышления и знаете, что подсознание способно поддаваться внушению. Классическим доказательством огромной силы внушения мог бы служить следующий эксперимент. Предположим, вы скажете во время морского путешествия какому-либо спутнику, который уже и без того выглядит испуганным. «Похоже, вы больны. Как вы бледны. Вам наверняка сейчас будет дурно. Позвольте, я провожу вас вниз». Тот, к которому вы обратились такими словами, неизбежно сразу побледнеет, потому что внушённая ему морская болезнь соединится в его воображении собственными страхами и мрачными предчувствиями. Он с благодарностью попрётся на вашу руку и в своей каюте вдали от чужих глаз предастся внушённой ему болезни. Однако вполне может произойти так, что многие люди в результате разного состояния их подсознания реагируют на одно и то же внушение по-разному. Может случиться, что в упомянутом морском путешествии вы проведёте эксперимент не с пассажиром, а с матросом. В зависимости от темперамента он воспримет ваше предложение помочь, как шутку, или рассерженно её отвергнет. В этом случае ваше внушение адресовалось невосприимчивому морскому волку, который знает, что не подвержен морской болезни. Поэтому ваши слова не вызовут у него страха или тревоги, а разобьются без всякого эффекта о его уверенности в себе. В словаре понятие внушения определяется как целенаправленное умственное воздействие и пробуждение определённых представлений, которые принимаются и осуществляются как истины. При этом необходимо учесть, что сознательное отклонение внушения эффективно защищает подсознание от любого нежелательного воздействия. Таким образом, сознание может отклонить любое нежелательное внушение. Например, матрос, упомянутый выше, не боялся морской болезни. Он был уверен в своём иммунитете, и поэтому негативное внушение не смогло пробуждать в нём ни малейшего чувства страха. Зато у нашего робкого пассажира внушение морской болезни оказалось эффективным в результате его собственного страха перед этим недугом. И так в душе каждого из нас стоятся страхи. У каждого есть также свои собственные мнения и убеждения в правомочии и истинности, которых он убеждён и которые поэтому управляют его жизнью и определяют её. Внушение не обладает никакой другой собственной силой, кроме той, которую ему придаёт добровольная вера человека. Но если она становится эффективной, то направляет поток подсознания в совершенно определённое и узко ограниченное направление. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok